Продажа монет Ultimate Team на все платформы у наших партнеров FIFA Group, ссылки на них в описании и при покупке не забудьте указать, что вы пришли от PandaFX. Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX, мы продолжаем OneUp Zenadira Chief Chi, у нас уже третья серия и, собственно, пока что все нормально у нас проходит, как бы уже практически рарный состав, осталось поменять всего лишь одного игрока. Я вам напоминаю то, что я буду, начиная с нерарного серебра, собирать только гибриды, это я просто говорю тем людям, которые, ну, были недовольны тем, что, мол, Лига скучная, под него команду не подобрать и бла-бла-бла. Все будет заебись, парни, не паникуйте, в общем. Нашли мы нашего первого соперника, создание клуба у него 2012 года, наверное, какой-нибудь очень опытный игрок нам попался сейчас. Давайте же заценим, насколько это все именно так и есть, RaulXX, это Лига ББВА, Варан, Миранда, окей, хорошо. Так, ну что, поехали, чуваки, посмотрим, что выйдет из этого матча. Так, Чивчи. Чивчи! Ах, не прошли. Ну, тут нас на скорости сейчас до Сантос сделать должен... Нет, только не пеналь, да ты заебал меня, серьезно. Отъебись от меня нахуй, блядь, долбоебок кусок. Бля, как же меня бесят эти судьи в этой фифе, ну, они реально постоянно свистят. 1-0, блядь. Ну, спасибо, что хоть повторы не смотрел, действительно, очень радует. Да что, парень не смотрел повторы, его здесь можно... Нет, не можно. Ну, здесь не штрафной, по-вашему, ну, блин, ну, задержали же. Ты, блядь, еще завтра бы свистнул в силах бы это сделать. Давайте попробуем ударить и... Саная стенка на месте. Охуительно, блядь. 2-0. Я ничего не могу поделать, он каким-то хером оторвался от моего защитника. Ну, это очевидно, скорость, скорость все тут решает. Посмотрите, я вроде уже отобрал, но нет, он все равно как-то на скорости оббежал и... Забивает нам гол. И, конечно же, надо посмотреть все 30 тысяч повторов. Ведь такой великолепный гол. Вот просто красивее гола, наверное, в жизни он не забивал. Ну, ну, на дирче в че, выходит 1-1, и тут надо забивать. Вот так вот, 2-1 нахрен, мы снова в игре. Отлично. Ну, отлично, ну, отлично. Фуф, вот чай голкипер хотя бы сыграл хоть как-то. Отлично. Ни хрена себе, догнал и отобрал вот этого круто. Кстати, давайте лонгшот сделаем на дирче в чей. Мимо, мимо. Ох, как ошибается у нас соперник. Ошибается у нас соперник и 2-2. Вот оно. Вот она сила. Чи в че забивает второй мяч. Так, теперь надо ждать, что он сразу побежит вперед. Ведь это реально футбол. В реальном футболе все так делают, как разводят мяч. Сразу бегут вперед. Блять, ну, это просто пиздец, блять. Ну, это просто... Фуф. Я думал, это уже будет гол. Нихрена меня там срубили. Но судья ничего не заметил, будто ничего и не было. Ну, давай, блять. Ну, чуть-чуть еще. Сейчас могли снова на ошибки подхватить. Судья, не пора ли свистнуть? Спасибо большое. Итак, счет у нас 2-2. Пока что валевая ничья. Соперник забил два гола. Я уже думал, все, давай, до свидания. Но нет. Я собрался силами и пока что комбатчем. Не знаю, что будет во втором тайме. Но стараемся затащить. Смотри, сейчас он сразу вперед побежит. Но это просто пиздец. Ну, блять, у меня нет слов. Меня настолько от этого тошнит уже. Я просто не знаю. Отлично. Надир, чевчи. Давай, с подкруткой. Блять. Как красиво все сделал. Его сейчас просто брать и забивать. Но нет. О, нихрена себе какой перехват. Нихрена себе какой перехват. И здесь можно будет забивать. Ну, е-мое. Как же здесь хреново навесы работают. Нет, 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 нет. К счастью, соперник сейчас не сыграл нормальным образом и не забивает. Но я рад, я рад. Ух, нихрена себе какой. Галкипер у меня крутой оказывается на воротах стоит. Такие сэвы иногда чудит. Я просто в шоке от него. Ой-ой-ой, нет. Нет, нет. Да господи, ну что это такое? С острого угла. Ну, блин, такие классные мячи тащил. И тут такое дерьмо пропускает с острова. Да пошел ты нахуй, блядь. Ну все, теперь заебет меня этими повторами. Просто заебет. Вот куда ты выходишь, еблан, блядь? Ну, защитник крыл. Зачем ты выходишь и выбиваешь мяч, блядь, сопернику? Бля, какие же тупые тут вратари, блядь. Бля, галкипер, я не знаю, он иногда такие сэвы делает, но иногда такое говно пропускает. Вроде классный, вроде классный. Для своих скиллов этот парень играет просто охуительно. Надир Чевчи. Надир Чевчи. Ну, бля, ну здесь-то надо забивать. Здесь просто надо... Нет, ну, блядь. 4-2, все. Теперь уж точно все ясно. В этом матче все закончено для меня. 4-2. Сука, блядь. Этот финт не сработал, который я замышлял. Ну все, чуваки, финальный штрафной. Который хотя бы можно забить. И еще одного игрока поменять. Надир Чевчи бьет и гол! 3-4. Надир Чевчи со штрафного забивает. Вы это видели нахрен? Вот вам. Надир Чевчи делает счет 4-3. Хоть немножко и поздно уже. Ну, по сути, толку от этого гола нет. Но зато смотрите, какой красавец. Надир Чевчи вон вам нахуй. Серебро. 68 скилл. Че он творит? От перекладины. От штанги сразу. И перекладина, и штанга была. Вот это красавец. Ну и вратарь, конечно, здесь ничего поделать не мог. Он лишь добивает мяч в свои ворота. Красивое поражение. Да, как-то странно это не звучало. Но достойное, красивое поражение. Хет-трик от Надир Чевчи. Так что это поражение можно считать победным. Все. Судья даже не дает нам сделать последнюю атаку. И матч заканчивается. Я доволен, честно скажу. Хоть мы и проиграли. Все равно главная цель вонапа это то, что Чевчи забивал. И он забивает. Хет-трик в этом матче. Так что сейчас сменим трех игроков. И мы сейчас, получается, переходим уже на серебро. По статистике лучший игрок матча. Ну, это очевидно. 9 и 4. А у соперника, наверное, какой-нибудь галкипер. Сейчас я посмотрю даже. Нет, не галкипер. Дос Сантос. По статистике-то, блядь, мы лучше даже были по общим ударам. У нас 12 ударов. У него 9. Итак, последний нерарный игрок, которого мы меняем в составе. Это вот это Дайнер. Дайнер, центральный защитник. И вместо него выйдет у нас Батчер. Галлум Батчер. Или Бутчер, не знаю. Так, уркрейты у него какие-то... А, отличные уркрейты. Мне сначала показалось просто то, что там высокий в атаку, но нет, высокий в защиту. В общем, такой вот состав у нас получается. Полностью рарная бронза. И прямо сейчас, собственно, мы переходим к нерарному серебру. Я, как говорил, я буду делать гибриды. Схема у меня будет для этого гибрида 4-2-2-2. Итак, первым игроком, которого поменяем, это будет Робертс, который стоял на правом фланге. И вместо него выйдет у нас... У нас выйдет Борхо Гарсия. Борхо Гарсия. И вы сразу понимаете то, что первой командой... Точнее, не командой, а лигой в нашем гибриде будет ББВА. А с ним в паре будет стоять у нас... Это Мунир Эль-Хададди. Парень 95-го года рождения. Талант Барселоны. Подрастающий поколение Барселоны. Я не знаю, вроде какие-то там намеки дает о том, что он будет хорош. Четыре особые приемы. Единственный минус это две звезды, слабая нога. Но он левша, я его поставил на правый фланг, чтобы ему было удобно бить. Итак, нашли мы нашего второго соперника. И форма Интера. Окей. Сыгранность 100, рейтинг 80. Понятно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мирелеш. Лукаку. Понятно. Можно заканчивать матч прямо сейчас. Чувствую то, что Лукаку будет трахать нашу оборону. О, снег еще. Ну заебись. Как же я ненавижу снег в этой игре. Отлично. Сейчас, наверное, навес будет на Лукаку. Но мы не дадим этого сделать. Да, он в принципе сам не дал этого сделать. Решил просто отдать мне мяч. Спасибо, друг. Почаще так делай. Я буду тебе очень сильно благодарен. Нет, нет. Ну Лукаку хрен оттолкнешь. Ну это просто жесть. Если Лукаку побежал, чуваки, все. Это нет шансов. Его и не догнать, и не отобрать мяч. Вот только его так вот можно остановить. Только лишь фалом. Больше я ничего не могу поделать и красную карточку. Да ты охуел. Блядь, судья, ты что делаешь, мразь? Это же первая игра этого парня, батчера. Ёб твою мать. Ну как эту жирную мразь остановить? Ну реально, это, блядь, просто 50 тысяч тонн на ходу. Ну реально, хуй остановишь его. Пиздец, красная карточка у центрального защитника. Ну что поделать, я выпущу, наверное, центрального защитника, который у меня был нерарным, бронзовым. Потому что играть с одним центральным защитником с его атакой, это... Смертельно просто будет. И давай, бей уже штрафной! Чуть не залетел. Заебись, у меня нет центрального защитника. Просто охуительно. Да, такому у меня жизнь не готовила. Поставим тогда МакГоана. Пусть стоит, я не знаю, что у него там с защитой, но у нас выбора нету. Так, на Дирчевчий выходит 1 на 1, тут надо забивать на Дирчевчий 1-0. Вот так вот. Снова он доказывает, что он охуенчик. Так, не привести бы пацаны. Хорошо играем в защите, ну хорошо же, я сказал, играть в защите нет, Лука. Ох, пронесло. Так, опасно, опасно, надо держать этого парня. Надо держать! Нет, мы еще не удержали подкат хороший, МакГоан. Тот самый МакГоан, в котором я сомневался. Но он сыграл сейчас очень хорошо. Нет, нет, ну только не это животное, дикое животное, летит! Ну это, блядь, хуйня жирная, бесит меня. Заебал меня этот Лукаку, блядь, нахуй. Не остановить, не догнать, ничего вообще с ним не сделать. Опять, блядь, Лукаку, опять! Но на этот раз нам повезло, что не попал в створ. Ну реально, если он бежит, все это пиздец. Моя защита просто посасывает на все 100%. Прощает он меня снова. Так, Надир Чевчи, отлично. Есть! 2-1! Фуф, я до последнего не верил, что я смогу забить мяч. Я как-то обошел так его странно. Фуф, Надир Чевчи снова вытаскивает. Нас из дерьма, и счет становится 2-1. Но здесь мы тоже на скорости, прям как в лучших традициях, Лукаку обошли и сбиваем. И вот здесь вот, кстати, защитник просто мог выносить мяч, но, к счастью, не дотянулся. Окей, счет 2-1, продолжаем КВН. Но смотрите, опять соперник. Только начал играть, сразу бежит вперед. Все абсолютно соперники такие, абсолютно все. О, нет, опять эта лошадь бежит, опять эта лошадь бежит, нет! О, голкипер, какой же ты охуительный. Нет, 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 выносите, пожалуйста. Ну что я сделал опять пенель? Ну, Господи, ну что я сделал? О, как же он меня заебал с этими пенелями. Блядь, в каждом, сука, матче по 2-3 пенеля. Точнее, не матче, а серии. Ну, каждый, ну ладно, в каждом матче, блядь, пенель. Это пиздец как раздражает. Ну, что тут было? Что? Почему, блядь, вратарь сквозь ногу прошел? Вот объясните. Если бы сейчас не было этого бага, не было бы фола. Вратари не ходят сквозь ноги, разработчики Electronic Arts. Я, конечно, не знаю, чего вы там насмотрелись, но они действительно не ходят сквозь ноги. Вот если бы не было этого говна, сейчас бы не было фола, блядь. Но нет. Из-за этого дерьма теперь у нас получается пенок. Давай, Бэнс. 2-2. Ладно, хорошо. 2-2. Так, Надир. У тебя вроде с забеганиями все хорошо, и тут штрафной. Ну штрафной же, ну повалили Мунира, блядь. Да иди ты нахуй, блядь, судья. Так, Мунир. Мунир, входишь в штрафную. Мунир, пас. Да, 2-3. Да, 2-3. Отлично. Нет. Нет, только не говорите, что офсайт, ну, блядь. О, ты мразь, судья. Ну почему... Так, Надир Чевчи, отлично. Надир Чевчи. Надир Чевчи. Надир Ч... О, боже мой. Почему такой удар хуёвый получился у тебя? Охуительно, блядь. Меня свой же толкнул, блядь. Ну это же просто гениально. Почему бы и нет? Пеналь. Вот так вот, нахуй. Вот так вот. Справедливо сесть в этом мире. Нам тоже ставят пеналь. На, нахуй. 3-2. 3-2, и мы снова выходим вперёд. Снова делает хейтрик Чевчи. Вот такие вот дела. Да нет. Нет, нет, нет. Прям под ногу, блядь, ему бросают. Да это клоунада какая-то, блядь, уже. Сука, сколько пенальти в матче ты ставить будешь? Заебал. Снова пенальти. Это просто пиздец какой-то, чуваки. Ну реально. Ну это клоунада уже какая-то. О боже мой, просто кошмар, блядь. 3 пенальти в одном матче. Ну это, блядь, постоянно вот так вот. 3-4 пенальти за матч, как я и говорил. Да иди ты в пизду, 3-3. Ну это просто уже невыносимо. И что? Всё зависло. Блядь, только не говори, что дисконнект. Только не говори, что дисконнект и мне сейчас засчитают поражение. Нет, нет, нет. Давай без этого дерьма, пожалуйста. Да и пиздец, блядь. Что за дерьмо произошло опять в этом мире? В этом мире EA Sports вечно что-то не так. Вечно какие-то проблемы, блядь. Не засчитали вообще ничего, будто матча не было. Опять в своем стиле. Всё заебись. Ладно, окей, давайте же поменяем теперь трёх игроков. В любом случае, можно считать эту серию удачной. Раз мы забили 6 мячей, несмотря на то, что у соперника какие-то проблемы там возникли. Итак, первым игроком, которого мы поменяем, это будет Пол МакГоуан. За две игры он не сделал ничего. И вместо него будет у нас Стюарт Армстронг. 183 рост, высокий, средний варкрейт. Конечно, для опорки защита 50 не очень, но для сыгранности мне нужен был именно этот парень. Следующим игроком, которого мы поменяем, это будет Исаак Осборн. Понравился мне этот парень. В принципе, я и знал, как он играет, так что никаким открытием это для меня не было. Вместо Осборна у нас выйдет Луса, который также нужен для сыгранности. Вот этим парням это Муниру, который, кстати, сделал 2 асиста уже за один матч. Это очень неплохой результат. Все-таки я брал этого парня, чтобы в основном не забивать им, а именно чтобы делать ассисты. И он со своей задачей справлялся великолепно. Ну и, собственно, третий игрок, который я поменяю, это будет Уилт. И вместо него выйдет у нас Дау. Райн Дау у нас выйдет, который также играет в Данди Юнайтед. И вот такой составчик у нас пока что получается. Серия была, в принципе, удачная. Мы забили 6 мячей. Пока что Чивчи у нас тащит, собственно, как и должен тащить. За 14 игр он забивает 24 мяча, делает 4 асиста. Это очень неплохой показатель. Ну и, собственно, все. Увидимся в следующих сериях. С вами был PandaFX. Если вам не трудно, поставьте лайк, пожалуйста, под этим видео. Все. Всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok